ТРЕБУЮ, ТРЕБУЮ, ТРЕБУЮ Саша, ты что с утра пораньше раскричался? Я требую новшеств нашей студии Что тебе не хватает, я не могу понять Смотри, вот свет как красиво на нас падает Экраны какие большие, красивые Тут вот в стоечках лампочки всякие светятся Ну я в конце концов какая прекрасная с тобой тут рядом стою, в виду Так, Катя, мне надоело пить чай Я хочу, чтобы в этой чашечке по утрам всегда было какао Саша, это просто революционно, да, отличная идея То-то же Доброе утро, губерния, с вами консерватор Катя Перка И реформатор Саша Кондратьев Вообще-то я тоже за новшество, Саша, ну просто к старому так хорошо привыкаешь Так тебе стоит спокойно, уютно и уже менять-то вроде ничего не хочется Ничего, я подкину сегодня тебе парочку новых идей Ну можешь прямо сейчас начинать Мне кажется, тебе нужно перекраситься в красный цвет, знаешь, это очень модно, стильно и ярко Я лучше все-таки прислушаюсь к идеям жителей губернии В паспаде 10 Пропускать пары Давайте я сейчас подумаю, вернусь и скажу Съездить к родителям, я сама не из города, поэтому съездить к родителям ночью Наверное, совершить какую-то покупку для себя Начать заниматься спортом не с понедельника, а сейчас Сегодня пойти в кино Приходить на пары, когда не готов Уехать в Таиланд на два года Надо подняться по лестнице, которая идет вниз Может, не оставлю ее при себе Не буду делиться В каждой стране есть чем удивить туристов В любом местечке легко посмотреть Такие крутые идеи, которые можно применять повсеместно Вот что мы нашли Но самое милое, это финны У них даже есть вот такая специальная кнопка Нажав на которую, вы благодарите водителя за поездку Мимимишечка же Да уж, главное, чтобы он особо не отвлекался И не сбил там кого-нибудь случайно Сразу две гениальные идеи, связанные с перемещением грузов Итальянский велосипед, который используется в службе доставки посылок по узким улочкам Очень круто И не обойдется без Японии Уникальная тележка для ступенек Красота А я за чистоту улиц, Сашенька, решила бороться Поэтому меня привлекла вот такая идея Урна, которая раздает Wi-Fi Тем самым привлекая к себе внимание Глядишь, нет-нет, да и выбросит туда уже все-таки свой мусор Кстати, да, и напоследок идея из Австралии Общественные велотренажеры, которые позволяют зарядить телефон Нам бы таких да побольше Главное, чтобы погода не мешала педаль крутить Что там у нас сейчас на термометре? До 7 градусов тепла ожидается в Самарской области В среду осадки не прогнозируются Ожидается сильный туман В ночные часы будет от 2 градусов ниже 0 до 3 градусов тепла Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду На севере и западе от 1 до 3 градусов тепла На востоке и юге воздух прогреется до 5 В Самаре днем воздух прогреется до 4 градусов Ночью плюс 1 Атмосферное давление останется повышенным И составит 765 миллиметров ртутного столба Относительная влажность воздуха около 84% В научном мире существуют свои легендарные генераторы идей Это великие ученые, открытием которых мы благодарны безмерно Но иногда их мозг выдавал, мягко сказать, странные идеи Чарльз Дарвин был первым, кто обнаружил несомненную пользу червей для почвы Он же установил множество других фактов, касающихся червей В своем труде о наблюдении за образом жизни дождевых червей Дарвин написал Черви совершенно не обладают чувством слуха Находясь на стуле, приставленном клавишем рояля Они оставались спокойными даже при самой громкой игре Да, надо было поговорить с ними об этом Химик, физик, геолог и даже почетный член Петербургской академии наук Англичанин Гэмфри Дэви очень любил рыбалку Вообще-то он открыл анестезирующие свойства закиси азота Изобрел шахтную лампу, но рыбалка была самым любимым его занятием Дэви много думал о психологии рыб И в итоге пришел к выводу, что рыба клюет лучше, если одеваться во все зеленое Цвет настроения зеленый Притримчивый математик и изобретатель Чарльз Бэбидж Вошел в историю как создатель прообраза современной ЭВМ Но он увлекался не только математикой Чарльз пытался освоить хождение по воде, привязав к ногам по дощечке И чуть ли не утонул в ходе этого эксперимента Также Бэбидж устанавливал воздействие на организм высоких температур Для этого, что он делал? Конечно, ложился в печь Согласно записям ученого, максимальная температура, при которой он чувствует себя сносно Была 120 градусов по цельсию Да, отлично Великий ученый Ньютон был изобретателем многих полезных штук Но лично я его ценю за неоспоримый вклад в котоводство Именно Ньютон придумал выпиливать в человеческих дверях маленькие дверки для котов Чтобы они могли беспрепятственно заходить внутрь и выходить наружу Чем коты, собственно, обычно везде не занимаются, когда не спят Между прочим, у Ньютона таких дверок в двери было две Побольше, поменьше для его кошки и ее котеночка Мне кажется, самое время помурлыкать и выполнить парочку простых движений Поехали! Доброе утро! Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод» Сегодня мы хотим вам показать несколько упражнений из направления пилатес, которые выполняются в паре Приступим Ложимся на спину Поднимаем ноги Образуя в коленках суставов угол 90 градусов Стопы партнера давят ваши стопы Делаем вдох, на выдохе приподнимаем плечи, руки параллельно полу И удержим это положение, выполняя движения руками На пять счетов вдох через нос и на столько же счетов выдох через рот Выполняем несколько таких дыхательных циклов В идеале это до 100 Доделаем еще 4 3 2 Опускаемся вниз Следующее упражнение – велосипед Руки за голову Делаем вдох, на выдохе поднимаем плечи И начинаем поворачивать корпус Одновременно давить стопой в стопу партнера И разворачиваемся в противоположную сторону Поворот-выдох, возврат-выдох И сделаем еще 4 3 2 И последний повтор Хорошо, опускаемся вниз, стопы оставляем на месте Следующее упражнение – плечевой мост Руки остаются на полу Будьте внимательны, стопы давят друг друга Делаем вдох Я начинаю подниматься на выдохе Подкручивая копчик, крестец, поясничные позвонки И обратно вдох На выдохе плавно С грудных позвонков постепенно опускаюсь вниз То же самое проделает Маша Хорошо, а теперь мы попробуем сделать это одновременно Вдох, на выдохе Прямляем мышцы живота Приподнимаем копчик, крестец, поясничные позвонки Остаемся в верхней точке И попробуем выпрямить ноги в коленях Давя стопами друг друга Еще 4, 3, 2 Аккуратно опускаемся вниз И поднимаемся Выполним последнее упражнение Оно называется пила Садимся спиной друг к другу Ноги разводим чуть шире плеч Выпрямляем спину Руки в стороны На вдохе потянуться вверх На выдохе выполняем поворот И наклон к противоположной ноге Имитируя пилищие движения Возвращаемся на вдохе Вытягиваясь через макушку И на выдохе разворачиваемся В противоположную сторону Повторим еще 2 раза С каждым поворотом Вытягиваемся вверх Опускаясь к ноге Увеличиваем расстояние между тазом И нижними ребрами И выполним последний повтор Выдох И возвращаемся в исходное положение Вдох Хорошо Надеемся, что комплекс наших упражнений Помог вам взбодриться И вы останетесь энергичными весь день Всего доброго! Всем привет! С вами рубрика «Самарский городовой» И я ее ведущая Катя Перка Сейчас нет никаких проблем С поиском интересной литературы Каждый может выбрать книгу Исходя из своих интересов Будь то любовный роман Или нон-фикшн В дореволюционной Самаре Такого разнообразия, увы, не было Предлагаю вам сегодня познакомиться С книжной историей нашей губернии Поехали! В купеческие времена В Самарской губернии Насчитывалось более четырех сотен торговых лавок В которых можно было найти Изысканный парфюм и косметику Дорогие вина Деликатесы и заграничный шелк Но при этом здесь не было Ни одной книжной лавки Объяснение этому весьма простое В середине XIX века Свыше 97% населения Самарской губернии Составляли крестьяне Которые почти поголовно были неграмотными У купечества и торгового люда Самары Грамотность тоже не была в особом почете Здесь куда больше ценилось умение правильно считать деньги Чем читать книги Положение дел улучшилось Благодаря самарскому губернатору Константину Гроту Который добился финансирования для выпуска самарских книг Так появились памятные календари Самарской губернии А также сокращенные издания Библии, жития святых, сборники молитв и псалмов По распоряжению все того же Константина Грота При редакции газеты «Самарские губернские ведомости» Был оборудован кабинет для чтения Благодаря которому позже появилась Самарская публичная библиотека В момент открытия ее фонд составил более 800 томов на русском языке И значительное число иностранных книг В Самаре первый настоящий книжный магазин Был открыт на улице Дворянской в 1870 году Открыл его германский подданный Фердинанд Грау Вскоре он организовал в своем магазине комнату для чтения Где желающие за небольшую плату могли ознакомиться с любой книгой Взятые из торгового зала Благодаря Грау появилась первая в нашем городе частная библиотека В которой книги можно было не только читать на месте Но и на некоторое время брать домой К этой услуге стали прибегать многие читатели Особенно шкалеры и курсистки Поскольку платить за чтение для них оказывалось существенно дешевле Неже чем покупать книгу в постоянное пользование Спустя пять лет открылась еще одна книжная лавка На улице Панской Ее владельцем был купец Иван Головкин Его книжная лавка, как и многие другие магазины семьи Головкиных Были унаследованы самарским купцом и меценатом Константином Головкиным В начале 20 века Константин Головкин являлся обладателем множества торговых лавок Однако торговать в них он стал не хозяйственными товарами А книгами, пищебумажными изделиями и произведениями искусства Вплоть до революционных событий 17-го года магазины Головкины считались лучшими в Самаре в сфере книжной торговли Давайте вместе открывать губернию с новой стороны Искур, мышей, с любовью, ваш Самарский городовой На календаре 7 ноября Ровно 135 лет назад, 7 ноября 1883 года В общежитии для неимущих учениц Самарской женской гимназии выступил духовный хор Послушать его пришли члены общества поощрения высшего образования во главе с губернатором Интерес к этому концерту был не случайен Выступал не рядовой хор, а коллектив городского головы Петра Суботина На содержание хора, состоявшего из 60 певчих, купец тратил более 10 тысяч рублей в год Лучшие певцы получали по 60-75 рублей в месяц Суммы по тем временам неслыханные 7 ноября 1896 года в Самаре на полицейской, сегодняшней хлебной площади Было сдано в эксплуатацию здание пожарно-полицейской части Над которым возвышалась многометровая каланча Построили его по проекту известного местного архитектора Александра Щербачева Не так давно это здание отреставрировали И помимо пожарной части номер один Теперь в нем располагается музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области Сегодня день Октябрьской революции 1917 года И день воинской славы России День проведения военного парада в 1941 году на Красной площади в Москве Такие же парады в тот самый день прошли в Воронеже и в Куйбышеве Они продемонстрировали всему миру несгибаемый дух советского народа и волю к победе 7 ноября были рождены французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю Титулованный советский спортсмен, борец вольного стиля Иван Ерыгин Любимая многими зрителями актрисы театра и кино Оксана Фандера и другие знаменитости В народном календаре сегодня дедовские плачи В этот день на Руси вспоминали умерших родственников и друзей А также старались помочь сиротам и обездоленным Таким был в истории седьмой день ноября Всего вам только самого хорошего Кстати, сегодня еще и день российского пейнтбола Поэтому всех воинов красок поздравляем с этим праздником Вот несколько фактов для тех, кто еще не в курсе, как это весело Современные маркеры, это оружие пейнтболистов Способны делать более 30 выстрелов в секунду Но для сравнения легендарный АК-47 производит всего-то 10 выстрелов в секунду Самая большая игра в пейнтбол в мире проводится в Москве Обычно она собирает от 3 до 4 тысяч человек Сегодня существуют гранатометы, пулеметы, пушки и даже танки для пейнтбола Причем эта техника на самом деле изготавливается под нужды красочных соревнований Ну а сейчас залп из всех орудий Грушинское утро! Внимание! Ты видишь сны о чудесах И грязешь именно ему Мелькает время на часах Как листья, падая в траву И в ожидании своем Лежишь жемчужиной на дне Но есть волшебные слова Поверь мне Поверь мне Ничто не может быть чудесней Волшебной песни этой Что звучит тогда, когда два сердца Бьются вместе Бьются вместе Вместе и навсегда Ты ждешь уже который год И в этом нет твоей вины От ней бессменных хоровод Ты просто спишь и видишь сны В ожидании чудес Ты поклоняешься весне Но все известно наперед Поверь мне, поверь мне Ничто не может быть чудесней Волшебной песней этой Что звучит тогда, когда два сердца Бьются вместе Вместе и навсегда Только ночь до любви Если ты знаешь Ну как помочь Как пройти И не потерять А обрести Споем Ничто не может быть чудесней Волшебной песней этой Что звучит тогда, когда два сердца Бьются вместе Вместе И навсегда Продолжаем нашу программу У нас в гостях Сергей Болдырев Руководитель межрегионального бального движения «Империя» Доброе утро Доброе утро Ну конечно, сколько лет в вашем движении Давайте начнем с этого Чтобы понимать масштабы История Все началось в 2012 году Когда вместе с партнерами Товарищами по этой идее Мы стали по Самаре По Самарской области Привозить тогда еще совсем маленькие балы Маскарады, танцевальные вечера Для школьников, студентов Постепенно их стало больше Больше праздников Больше аудиторий Больше организаций И постепенно кроме Самары Подключились другие города Мы стали ездить в Казань В Тверь В Санкт-Петербург В Анапу И постепенно география уже доросла До статуса межрегионального проекта Который с тех пор бурно развивается А почему решили заняться именно этим? Как вообще пришла эта идея? То, что вы там занимались Может быть в школе Бальными танцами Ну, все из детства Все по законам психологии В восьмом классе я случайно Впервые в своей жизни попал на бал Тогда еще совершенно простенький детский праздник Но это была точкой старта Тогда нас учили держать микрофон Учили проводить простые танцевальные классы И постепенно-постепенно уже в университете После занятий спортивным танцем После знакомства со множеством людей Из других городов Эта тема стала теперь частью жизни Стала делом жизни И я рад, что такое количество людей Ее подхватило Если попробовать собрать в одном зале Всех, кто были на наших балах За прошедшие 6 лет Получится больше 13 тысяч человек Как мы недавно считали Ну, это, конечно, число условное Однако, я думаю, это результат Это уже стадион Самарарин Да, можно в Олимпийском постепенно прицеливаться Какой самый масштабный бал у вас был? Самый масштабный праздник Прошел на закрытие года литературы в Самаре Где танцевало в зале Экспо Волги Порядка 800 человек Это были учащиеся школы, лицеев, гимназий, вузов Со всей области На кадрах мы видим сюжеты с городских кадетских балов Где также несколько сотен кадет А также учащихся школ, лицеев и гимназий Уже много лет объединяются в круге танца Сейчас мы готовим следующий кадетский бал Ежегодный к Новому году Он состоится в 20-х числах декабря И мы будем рады пригласить на него Абсолютно все учебные заведения Самары Самарской области Сейчас в кадре наша делегация на международном кремлевском кадетском бале В гостином дворе Кремля Уже третий год мы приглашены туда И крайние два года от Самарской области Делегация кадетов в нем участвует Представители кадетских классов Военной кафедры Самарского университета Под эгидой Дворца пионеров Мы имеем честь готовиться уже к третьему кадетскому балу Уже на кремлевском уровне Этот бал занесен в Книгу рекордов России С значением около 1300 собранных и танцующих кадет В одной локации Примерно так звучит эта запись Поэтому это самый масштабный праздник в современной России В форме молодежного общественного бала И вот сейчас мы настраиваемся на 11 декабря В день своего рождения я буду с ребятами На третьем кремлевском кадетском бале Ну это здорово Быть частью такого грандиозного события Это большая честь Поэтому мне кажется достойно отметить и день рождения А как готовится к балам? Конечно есть подготовка, она кропотливая Это множество танцев, множество правил этикета, дресс-кода Это сеть площадок, сеть танцевальных студий Обычно на базе образовательных учреждений В школах, колледжах, вузах Еженедельно, ежемесячно мы готовимся Например в Самарском университете Готовимся к ежегодному студенческому балу 24 ноября Во дворце пионеров готовимся вот к поездке делегации в Москву На кремлевские кадетские балы Впоследствии к Самарскому региональному балу Также готовимся Площадок много по Самарской области Их уже более двух десятков Время от времени летаю в Тверь Тоже провожу там классы Поэтому мы теперь дружим городами Мы привозим балы в другие города Это стало нашей фишкой Мы не просто приезжаем на праздник в гости Мы привозим праздник с собой Мы привозили праздник в Эрмитаж Танцевали в гербовом зале Эрмитажа Танцевали в художественной галерее Казанского Кремля И это стало таким событийным туризмом Это стало формой танцевального туризма Который из Самары мы стали привозить уже в новые города Как простому смертному влиться в ваши ряды? Ну на самом деле есть такой миф Что балы это трудно Что сложно танцевать Что сложно найти платье Сложно подготовиться Но это только миф На самом деле важно лишь просто попробовать Для молодежи Для учащихся школ или вузов Для недавних выпускников вузов Мы рады пригласить ребят на площадке В Самарский университет В Политехнический университет Во множестве школ, лицеев и гимназий Также есть наши занятия Эту информацию легко подцепить в соцсетях В сообществе бального движения «Империя» Для взрослых также существуют занятия Обычно они привязаны к конкретным балам Например, весной мы традиционно проводим Ежегодные литературные бал-презентации Которому есть в городе серия классов Для всех горожан, для всех живающих И проще всего найти нас в ВКонтакте В социальных сетях В сообществе бального движения «Империя» Ну какой минимальный набор Нужно пройти тренировок, репетиций Чтобы уже во всей красе появиться на балу? Сколько времени нужно? На самом деле бывают балы, которые идут Вовсе без подготовки Целиком в режиме мастер-класса Мы собираем гостей Совсем недавно был такой праздник На необычном событии Это был большой форум химиков, полимерщиков Казалось бы, какая связь с балами Но вот по творческой идее Мы с ними объединились И после дневной программы Вечером устроили праздник Где никто изначально не знал Чем вальс отличается от польки И прямо на самом событии Мы разучивали танцы Бывают такие балы Бывают те, у которых есть подготовка Предварительные репетиции Буквально двух-трех занятий хватит Чтобы представить, как проходит праздник А на самом балу мы стараемся напоминать танцы В режиме ненавязчивого мастер-класса И поэтому общественные балы Это не конкурсы, не концерты Это еще один миф, с которым часто люди сталкиваются Это именно праздник Где не ставят оценки Кто лучший танцор, а кто второй Поступает на ныне Да, поэтому это праздник Где каждый может ошибиться Каждый может проявить себя с другой стороны Поэтому здесь все равны в круге танца И я рад всех желающих абсолютно пригласить На самарские балы Это гораздо проще, чем может казаться Стоит только выйти из комнаты Стоит только попробовать сделать первый шаг Здорово Итак, Екатерина, вы готовы сделать первый шаг? Первая па Буквально через несколько Спасибо, спасибо, Сергей Было очень интересно Приятно Столько событий грандиозных И вроде бы, да, 2012 год А уже такая история большая Желаем вам еще больших событий грандиозных Прославляйте наши самарские балы на всю страну Спасибо Продолжаем нашу программу И вернемся в студию совсем скоро В эфире новости губернии В студии Анастасия Зубарева Доброе утро Живой учебник по истории нашей страны Первый год работы Отметил мультимедийный парк России Моя история в Самаре За это время экспозиции От Рюриковичей до наших дней Посмотрели почти 150 тысяч человек Исторические квесты Викторины и ожившие герои От Максима Горького До вождя мирового пролетариата Какие еще сюрпризы Преподнесли посетителям парка В день рождения И при чем здесь космос Расскажет Алена Алешина Для того, чтобы история ожила Вовсе не обязательно Попадать в один из четырех залов Мультимедийного комплекса Очутиться в поле чудес Облачиться в кольчугу И сразиться с настоящим воином Или сделать селфи С самим вождем Октябрьской революции Всего не может каждый Кольчуг это тяжелый Я не знаю как С те времена выявляли Какие были сильные люди Яркой молнии подобной У ревестников Чит свободно И мечтают все сама Слышить счастливо Благодарно Самара одна из первых в стране Где появился мультимедийный комплекс Вместо скучных учебников Голограммы Интерактивные сенсорные экраны Видеопанели С трехмерными историческими реконструкциями Над которыми трудились опытные историки Художники Кинематографисты И дизайнеры В штате есть даже робот-гид Благодаря каким решениям инженеров И конструкторов Эта ракета Стала собой надежной Живого нельзя исключать Экскурсовода Но и робота тоже В этом какой-то смысл есть Особенно для детей Это очень интересно Здесь очень много можно узнать Очень многое можно закрепить И с помощью этого уже Действительно с уверенностью говорить То, что я знаю историю Своего края Своей родины Только тот человек Который свою историю знает Который ее ценит Который готов защищать правду Вот только такой человек И может быть в полной мере Гражданином России Поэтому наша задача Здесь именно это Воспитывать граждан Нашей великой страны Сюда приходят с друзьями и близкими Проводят уроки Учителя истории и этнографии Сотрудничает парк И с общественниками Мы все вместе Делаем именно такие мероприятия Которые направлены На патриотическое Духовно-нравственное воспитание Подрастающее поколение И если мы Нашу с вами основу Из-под своих ног Не будем удалять То связь поколений Не будет прерываться Первый год работы Исторический парк Сравнивает с космическим стартом И судя по восторженным отзывам Его посетителей Полет нормальный Алена Алешина Александр Дудко Новости губернии Начались занятия В областной школе Право Не совсем обычное Учебное заведение Ставит своей задачей Ликвидацию Юридической безграмотности В подростковой И молодежной среде Занятия в школе Проводят опытные эксперты Практикующие адвокаты Прокурорские работники Вузовские преподаватели На открытие Очередной сессии Побывала и наша Съемочная группа В эту школу приходят По собственному желанию Аудитория состоит От старшеклассников И студентов Начальных курсов Среднеспециальных Учебных заведений Не все из них Намерены в будущем Сделать юридическую карьеру Но почти всех Волнует вопрос Соотношения своих Прав и обязанностей В плане обучения Я считаю то, что Человек должен бороться За комфортное обучение Именно в своей школе В своих Образовательных учреждениях Амбиции в области Права За 4 года Существования школы Смогли реализовать Более 350 парней Девушек региона В уставе учебного заведения Среди главных Обозначены задачи Формирования Услушателей курсов Правовой культуры И законопослушного поведения Оригинальный проект Берет свое начало С 2015 года Тогда идея Самарских педагогов Дополнительного образования Была выдвинута На окружной конкурс Где заняла первое место Мы его назвали Тогда детское правовое бюро И по итогам Областной школы права В нее входят Как очные формы обучения Так и дистанционные Формы обучения И на нашу школу Право Приходят эксперты В тех или иных Отраслях Юриспруденции На этот раз Старт очередной сессии Учебного проекта Совпал с заседанием Детского общественного совета Приуполномоченным По правам ребенка В Самарской области Один из вопросов Который мы будем обсуждать Тоже не случайно Я думаю Вы это понимаете Это безопасность Начиная с безопасности В образовательных учреждениях И это не просто вопрос Для обсуждения А мы постараемся Выстроить некий проект Который бы позволил Ребятам изучить Этот вопрос В своих образовательных учреждениях В этом году Служители областной школы Права Приняли участие В областном конкурсе Я и право Посвященном 25-летию Конституции страны Юбилей, напомним, Будет отмечаться 12 декабря Итоги конкурса Будут подведены На детском парламентском часе В Самарской губернской думе Владислав Жирнов Александр Каракулько Новости губернии Почти 2 миллиона рублей штрафов Наложено на ряд фирмы И физических лид За нарушение Иммиграционного законодательства По итогу проверки В тепличных хозяйствах Рядом с селами Красносамарской Лопатина И поселком Черновский Самарской области Кроме этого Задержано 56 нелегалов В домах, где жили иностранцы Найдены молельные комнаты Изъятая религиозная литература Имеющая признаки экстремистской У меня на этом пока все Еще больше новостей На нашем сайте Увидимся Доброе утро, губерния В студии Катя Перка И Саша Кондратьев А мы продолжаем Генерировать революционные идеи Вообще, очень часто Гениальные мысли Возникающие у нас в голове Кажутся нам какой-то ерундой История насчитывает Десятки случаев Когда люди Стремясь заработать Побыстрее денег Продавали свои идеи За сущие копейки И лишь спустя время Выяснялось Что они принесли Новым владельцам Чуть ли не миллиона Таких историй полно Например, в 1930 году Во время приготовления печенья По классическому рецепту Американка Рут Уэйкфилд Решила сделать эксперимент Разломала плиточку шоколада И добавила его в тесто Позже, когда печенье Обрело популярность и признание Рут передала свои права На это изобретение Одной из известных компаний Производства печенья И в обмен получила она что? Получила пожизненное обеспечение Себя шкалом А вот механику из Нью-Йорка Уолтеру Ханту Принадлежит по патенту На многочисленные изобретения Авторучки, точилки для ножей Кухонную плиту И десятки других Но однажды, чтобы вернуть Своему другу долг в 15 долларов Уолтер решил придумать Что-то полезное Тогда он создал Обычную булавку Патент, на которую Продал промышленная компания Всего за 400 долларов Изобретатель вернул другу 15 долларов А компания заработала Миллионы Миллионы Производители сиропа Кашля Сопруги Вайт из Англии Придумали вкусный продукт Из желатина и сахара Который они назвали Желе Потом они приобрели Давно не использовавшийся патент На порошковый желатин У Питера Купера И начали продавать Свой продукт Получалось плохо И спустя пару лет Они продали патент На желе своему соседу За смешные деньги Сейчас объем продаж Желе Составляет больше 500 миллионов долларов Немного о фильмах Первоначально Мелодия Джеймс Бонд Была написана Монти Норманом В 1962 году Однако кинокомпании Не понравился звук А она наняла Композитора Джона Барри Который впоследствии Добавил в мелодию Элементы рока и джаза В результате Получился всеми Узнаваемый хит Автору мелодии Заплатили за его работу Примерно 700 долларов А аранжировщик Получил более Одного миллиона гонорара Вот такая несправедливость На заре своей карьеры Никому неизвестный режиссер Джеймс Кэмерон Написал сценарий Под названием Терминатор Который предлагал Многим компаниям В Голливуде Однако на тот момент Никто не хотел Сотрудничать С начинающим режиссером За исключением Одного хитрого Продюсера А она Согласилась Сделать его режиссером Фильма Если то Продаст все права Всего-то за один доллар Джеймс согласился И хотя он и потерял Права на собственность Терминатора После оглушительного Успеха фильма Стал одним из самых Знаменитых и Высокооплачиваемых Режиссеров в мире Да, так что Не торопитесь Прощаться со своими Идеями Вдруг они окажутся Такими же гениальными Как сюжет Татьяны Пец 73 на 134 сантиметра Полотно такого размера Елизавете Соченко Предстоит заполнить Маленькими стежками Это не нитки А атласная лента Шелк, органза и полиэстер Легко принимают нужную форму Выстраиваются ровно Словно молодая трава Или закручиваются в спирали Не хуже бутонов роз Цветы, узоры Можно, например, нарисовать рисунок Например, вазу И ее уже вышить Как гладь С помощью открытого огня Оплавляется один из концов ленты Она вставляется в синель Иглу с широким ушком И немного притупленным концом Легко продевается Потому что тканевая основа Она очень легко проходит Иголка даже широкой лентой Но если все-таки же Возникают какие-то проблемы С продеванием иглы через ткань То можно, например, взять крючок Сделать побольше отверстий И тогда притянуть ленту Очень важно правильно подобрать Оттенки цветов Иногда Елизавете приходится Комбинировать несколько лент К центру лепестка темнее По краям нежнее В природе нет ничего монохромного Стежки тоже бывают нескольких типов Прямой и французский Иголка пропускается с изнанки Обвивается несколько раз тканью А затем выводится на лицевой стороне Такой нехитрый прием Придает вышивке объем и фактуру Мне привлекает больше всего то, что это Более крупный рисунок Нежели вышивка крестиком И делается гораздо легче и удобнее Много разных видов Как раз техник применяется Чтобы сделать объемный цветок Или, например, листик Вышивка, дополненная жемчугом Выглядит еще более изысканно Достаточно вставить ее в подрамник И картина готова Татьяна Пецина, Виктор Соколов Программа «Утро губернии» Горячая идея из Самары Наши ученые на днях запатентовали установку Позволяющую получать воду из горячего воздуха Это устройство можно использовать В засушливых районах, пустынях и степях В сутки из воздуха можно получать Около кубометра воды Да здравствует самарская наука А вот Лена Шишкина воду никогда не льет Все только по делу Сейчас ее новый сюжет о выставке Это вам докажет 140 лет назад на деньги старообрядческой общины Была построена церковь по адресу Льва Толстого, 17 В 1929 году, как и другие, она была национализирована Но единственное избежало уничтожения 25 лет назад ее вернули старообрядческой общине Поволжская община – одна из крупнейших и старейших в стране Не раз удостаивалась чести принимать старообрядческие соборы В год двух своих юбилеев староверы решили показать горожанам, как живет община Показывать то, как сейчас живет община Что она сохранила Познакомить широкий круг аудитории Со старообрядческими, с ценностями старообрядческой Здесь представлено, как я вот вижу иконопись, иконы, книги Значит, и старопечатные, и рукописные книги Очень много фотографий из архивов из личных, которые тоже сейчас хранятся в общине Кроме того, что это духовный центр, она и культурный центр На выставке в художественном музее представлены не только уникальные 16-17 веков иконы и книги Но и новый уникальный проект, который реализует община Было всего несколько попыток в истории создать иконостас, где была бы представлена икона на каждый день года И еще несколько к особо почитаемым праздникам с ликами всех без исключения святых Новая старообрядческая иконопись, новые иконы Пишут, по-моему, три иконописцы эти иконы То есть это будет месяцы слов, минейный, но он будет не в описи, не написан, он будет в иконах Иконописцев, старообрядцев, пишущих в греческом стиле иконописи, с соблюдением всех канонов, очень мало И тем не менее создано уже 90 икон, а всего их планируется 400 Ничего подобного в мире не было Как мы сейчас смотрим на эти иконы старого письма, в свое время это будет неоценимый и дар, наверное Тот, который оставит после себя этот общин, потому что в дальнейшем люди будут удивляться, будут смотреть на эти иконы Будут восхищаться тем, придет такое время, потому что это и для города это будет хороший проект, и для общины, и духовный проект Увидеть некоторые из них можно на выставке Это живые экспонаты, то есть они сейчас на иконы молятся, книги находятся в обиходе, и вот это вот живое общение, вот мы общины показываем Елена Шишкина, Михаил Смирнов, Утро губерния Продолжая нашу программу, у нас в гостях Алексей Хромов, создатель историко-экономической игры «Капиталист Самара» Доброе утро Доброе утро Ну, конечно, привычно тебя видеть с аккордеоном, Алексей, а сегодня ты в новом амплуа создал такую игру Да, каким образом? Каким образом это пришло тебе в голову? Ну, дело в том, что нужно когда-то отвлекаться от музыкальной деятельности, вот, и с моей семьей, с моими друзьями мы часто это делаем за настольными играми, вот, и когда нам надоела стандартная монополия, у меня пришла в голову такая идея, а что если все это переформировать, так сказать, на что-то привычное, например, на улице Самары Ну, наткнувшись на то, что уже есть такая монополия Самары, мы в нее поиграли, это интересно, вот, а потом решили рыть глубже Вот, сам я живу в историческом центре, в принципе, мне очень нравится этот район, потому что каждое здание у него есть своя уникальная история, свое лицо, какая-то аура И, например, на тот момент я еще работал в филармонии и наткнулся на ту историю, что филармония раньше была цирком, цирк, олимп, посидел, почитал, посмотрел, все это настолько интересно стало И сама идея того, что у каждого здания, по крайней мере, у достопримечательностей есть какая-то своя определенная история А многие люди об этом, ну, не то, что даже не знают, ну, и это их не особенно интересует А если это все преподносить в игровой форме, почему нет? Ну, я предлагаю начинать потихонечку играть, знакомиться с этой игрой, ну и, конечно... С удовольствием Да, вот, как играть, сколько вообще максимум человека в эту игру может поиграть? Стандартный набор рассчитан на четверых, у нас сегодня будет трое, поэтому... Три алабина, это же алабина Три таких небольших алабина Обычный набор, два Я играю зеленого алабина Все, зеленый алабин, черный, желтый Игральный кубик, да Ага Также были подготовлены вот как раз такие карточки Все как монополии Карточки все по Самару, правильно? Да, монополии, все по Самару, абсолютно Все по Самару, некоторые объекты покажутся... Знакомыми некоторых уже не существует... Яхт-клуб, синематограф Триумф Да, кстати, говорят, вот ты знаешь, где он находится? Купая на Волге А здание до сих пор есть Так, расскажи, пожалуйста Так вот Это здание находится на карточке А, тут даже на карточке написано? Да, на карточке как раз таки написано, где оно находится сейчас Кимтеатр работал до 90-х годов, фасад здания был полностью изменен, теперь ничего уже не напоминает о былой красоте Улиц Куйбышева, 86 Вот, то есть помимо игры, помимо каких-то, да, стратегий Можно еще узнавать историю нашего города, это же прекрасно Да, вот какие-то объекты абсолютно не изменились, например, только что название Народный дом имени Пушкина, я брал исторические названия, но все то же самое Вполне знакомый фасад, да? Угадывается Именно в этих стенах зародилось революционное движение Самары, между прочим, как раз под тему нашей сегодняшней, сегодняшнего эфира Один из самых культовых Пивоваренный завод, вот за него это и будет борьба За него борьба, потому что он самый дорогой Да, а суть-то игры в чем, Леша? Суть игры разорить своих конкурентов А, то есть все забрать себе Зеленый Алабин должен разорить желтого и черного Сейчас пойду, где мои земли, мне надо больше А я, значит, Алабин желтым, отлично Такой позитивный Алабин, хорошо Дорожный вокзал даже Вот, и игра ведется По очереди игроки бросают кубик Ходят на выпавшее количество Да, ну давай-ка, начинай Ну, в принципе, можно начать, да, я по ходу буду еще раскладывать Давай, будем расставлять Четыре Четыре, а куда ходить? Влево-вправо? Сюда У меня зеленый? А, нет, старт У меня зеленый Сюда, вот, как раз, думаю, стрелка же была Вот, старт Переносимся сюда Идем Раз, два, три, четыре Где я оказываюсь? Ты оказываешься Реальное училище В реальном училище Отлично То есть это она забирает себе реальное училище? Да, ну, его надо для начала купить А для этого Отреставрировать А, у нас деньги еще Это сейчас Мы перенесемся, да, на какое-то время назад Пока Алексей в качестве банкира раздает деньги, я сделаю ход Каждому Немножко денег Восемь Передавай мне мои купюры Купюры Взятые оригинальные как раз таки Времени Конца Девятнадцатого, начала двадцатого века Газеты Дореволюционные Я попал на газеты Да Купюры какие красивые Надо же Все Исторически подлинно Исторически Старались, старались Нет, есть, конечно, какие-то придуманные Ну, чтобы Не просто Какие-то Случайности У нас есть Вот, что касается газет, например Лёш, а кому интересна вообще игра эта будет? Целевая аудитория-то этой игры А Или Целевая аудитория? Говорю всем, начиная от школьников На самом деле, да На самом деле, да У нас уже Мы долго ее тестировали У меня Были такие варианты в черно-белом виде Которые Ну, пока До выпуска Так сказать, как это называется На салфетках Ко мне приходили Разные Мои все знакомые И музыканты И артисты И просто Люди там Обыкновенных профессий Все играли Ну, на самом деле Интересно было всем Потому что, когда Погружались в процесс Многие писали Еще потом Такие отзывы, что Мало объектов Надо было больше Я говорю, ребят Они добавляли в такие факты сами Да Уже начинали придумывать правила Надо игру, чтобы на весь ковер в моей квартире Да Всю Самару хватит Хорошо Так, мне выпали газеты Это что значит? Так, это значит, надо брать карточку, да И читать, что происходит В результате опечатки в газете Самарский листок К вам пришли клиенты конкурента Получите 15 рублей от игрока, сидящего слева Давай Давай мои деньги У меня только 50 Хорошо Я возьму 50 Все красиво Так, возьму себе немножко денег, чтобы было на что покупать Так, собственно говоря, мой ход, да? Да Продолжаем А ты купил в итоге реальное училище? Да Сколько оно стоило? 125 125 Да, я готова Пожалуйста Отлично Вот, и все У меня есть реальное училище Да, все в классике Ага То есть ты теперь директор реального училища Хорошо Хорошо Неплохо Если кто-то из конкурентов наступает на эту точку, то платит аренду, которая указана здесь 50 рублей 50 рублей 50 рублей, представляешь? Вообще с ума сойти Ты купил за 125 рублей Так, у меня 11 Так, 11 Хорошо Вы оторвались Вот, собственно говоря, Воскресенская площадь, кто знает где находилась? Так Я пас Воскресенская площадь, давайте уже расскажите нам После революции церковь, которая там была расположена, это то, что у меня здесь на картинке Ее снесли, а рынок был закрыт Территория была облагорожена, сейчас здесь расположено одно из самых красивых мест в городе Самарская площадь Вот так А раньше была Воскресенская Так, прошу, бросай Рыночек я куплю 8 8 у меня 8, да 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Что мне предлагается там? 8, ты выходишь на Троицкий базар Мне тоже нужен рынок Сколько он? 170 рублей 170 рублей А мне сейчас уже не хватит Да, мне мало дали, мне не хватает денег на рынок А, я добавлю Добавлю У нас сокращенный вариант, пожалуйста Мне нравится это Да, остается одна минутка, поэтому важно Отлично Так, 5 1, 2, 3, 4, 5 А вот события Ну-ка Мне сегодня на карточке везет События, итак Проведение фестиваля Воздухоплавания Новая жизнь Принесла вам доход 70 рублей А события, бывают вообще Убытки для стажа Чтобы были А не только доход Бывают, бывают 70 рублей И события Газеты Со всего зарабатываешь Ну и какие дальнейшие планы-то, Леша По Может быть Какой-то фестивальчик этой игры Или вот какие-то такие события Где Собираются народ Играют в эти игры Что-то уже такое было? Происходило? Пока что нет На самом деле была такая идея Но Кастрольный график Выступления Вот, да Не дают Пока что мы собираемся только дома Вот И Она выпущена в Небольшом тираже Планируем выпуск уже второго тиража Потому что первый Честно сказать Я с трудом отыскал коробку У друзей Потому что моя коробка где-то У знакомых гуляет Я попросил Ребят Которые у меня ее просто приобрели Ребят Можно пожалуйста Потому что Надо Ну правда Мне кажется это очень интересная идея Может быть не останавливаться на этом И дальше Например купцы Самары Сделать что-то такое Не было пока таких идей? Ну я не думаю что это нужно Почему? Потому что здесь Все получается То есть в принципе все лаконично Вся история уже здесь Да И купеческая история И История становления города И в принципе Если покопаться сейчас там По тем же самым событиям Можно найти какие-нибудь Исторические действительно Факты Которые Происходили Например Например Есть такая карточка Не помню где Что В город прибывает Император И был такой приказ По которому Губернатор Не помню кто на тот момент Был губернатором Но он Приказал Всем Кто будет На приеме Пошить себе Парадное платье И собственно говоря Убытки Убытки Ну платье хорошо Куда деваться? Очень интересная игра Алексей спасибо большое Я думаю Сейчас пока Наши зрители Будут наслаждаться Опросом Спросони И узнавать Что там Какие гениальные идеи В головах у жителей губернии А мы доиграем нашу игру Спасибо большое Паспаде десяти Пропускать пары Давайте я сейчас подумаю Вернусь и скажу Съездить к родителям Я сама не из города Поэтому съездить к родителям Ночью Наверное совершить Какую-то покупку для себя Начать заниматься спортом Не с понедельника А сейчас именно Сегодня пойти в кино Приходить на пары Когда не готов Уехать в Таиланд На два года Надо подняться По лестнице Которая идет вниз Может я оставлю ее при себе Не буду делиться Всем хорошего дня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры